МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. Все флаги регионов уже скоро отправятся в гости на Северный полюс. Накануне в Москве дали старт проекту «Арктика-2015». Кто войдет в состав экспедиции и к чему готовятся ее организаторы? Из первых уст узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. От южных морей и до полярного края делегатов из более чем 40 регионов страны собрали в одном из самых больших залов общественной палаты. Но и здесь едва хватило места для всех, кто приехал в Москву на презентацию нового проекта. Уже в апреле из столицы на Северный полюс отправится самолет с флагами всех 85 субъектов страны. Экспедиция планирует финишировать на станции Борнео, и именно там будут развернуты полотна регионов. Подготовка к этому полету уже началась. «На самом северном форпосте России на земле Франца Иосифа участники экспедиции проведут первую демонстрацию самого большого флага России, флагов регионов России, городов и социально-ответственных компаний. В состав первой группы входит 30 человек. Сопредседатели и руководители проекта «Арктика-2015» 6 человек. Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы». Вслед за этим специальным рейсом на Северный полюс отправятся еще два борта. В состав экспедиции войдут и журналисты, и с самой крайней точки планеты организаторы планируют провести телемост. Герою России, нашему земляку Николаю Гаврилову, прекрасно известно, что придется испытать участникам этого проекта. Он не раз летал туда и сам, причем генералу-лейтенанту приходилось доставлять на Северный полюс и гостей из-за рубежа, к примеру, князя Монако. В этих местах, вспоминает он, царит капризная погода. В любую секунду на льду могут образоваться промоины, которые возможно преодолеть только вплавь. Каждый полет проходит очень на грани пола, потому что меняется погода, меняется видимость, нет магнитного поля Земли, поэтому от летчиков, от моряков, от путешественников, от полярников требуется очень большая дисциплина и строгая подготовка. Погода меняется от нуля до минус 30, с большим ветром, снегопадом, туманом. На Севере наше присутствие, наше дружное присутствие означает всем нашим врагам, что мы по-прежнему сильны, дружны, и мы можем легко проводить такие акции и мероприятия в самых труднодоступных районах. Организаторы проекта готовы ко всему. Его участников поведет вперед известный телеведущий, председатель экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов. Он говорит, что эта акция должна показать всему миру, что россияне – сплоченный народ и преданно любят свою родину. Это все же из космоса видно, это все снимается, это все вообще пропагандируется. То есть вот это информационное поле, о котором мы говорим, надо его активизировать, сделать, так сказать, взаимосвязанным, чтобы каждый регион все время все, что в нем происходит, сообщал бы другим, и это бы распространялось именно на тему вот такой вот культурно-патриотической. Если даже что-то там по погоде не получится, то мы все равно обязательно будем на земле Франции и Иосифа, где наши поселочки есть российские. Мы поедем на остров Шпицберген. Церемония передачи флагов республик, краев и областей растянулась более чем на два часа. Участие в ней принимали полномочные представители субъектов, заместители региональных министров и депутаты. Своё место здесь заняли флаги Чувашия и Чебоксар. Для каждого субъекта организаторы установили строгие требования. На Северном полюсе будут представлены не только регионы, но и их столицы. Все флаги, в том числе и Чувашский, и Чебоксарский, отправятся туда вот в таких сумках светохаки. Размер каждого полотна составляет 3 на 4 метра, не больше и не меньше. Делегаты, которые привезли в Москву свой флаг, отмечают, что это по-настоящему почётная миссия. Каждому из них вручили специальные свидетельства и нагрудные знаки. То, что мы участвуем в этом, наряду с другими регионами, это очень знаково. Серьёзное значение мы придаём. Участие в данной акции, кроме всего прочего, ещё повысит и узнаваемость города, и, соответственно, немножко дополнительно, я думаю, привлечёт и увеличит инвестиционную привлекаемость города. Эмоции самые позитивные, потому что это мероприятие приурочено к 70-летию Великой Победы. Это историческое событие, в котором чувашский народ наравне с другими народами Российской Федерации, с русскими, татарами, башкирами, изменил ход мировой истории. Но яркая точка этому проекту будет поставлена 12 июня. В День России на Поклонной горе состоится красочный парад флагов регионов. Митриковалёв, Эндрис Пердонов, Республика, из Москвы. Республика может спать спокойно. Преступления в Чувашии совершают меньше, чем в Среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Об итогах ушедшего года сегодня говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка. На 10 тысяч жителей 11 преступлений. Это хороший показатель для региона. По итогам прошлого года безопаснее всего оказалось жить в Яльчикском и Комсомольском районах. Ну а больше всего преступлений совершали в Козловском районе и Чебоксарах. В основном в 2014 закон нарушали те, кто уже делал это ранее. А стимулирующим фактором нередко был алкоголь. Несмотря на стабильную криминогенную обстановку, стражи порядка не расслабляются. Активная борьба шла и с преступлениями в сфере экономики, как результат 100 уголовных дел. Среди них 48 преступлений, совершенных лицами, ответственными за реализацию государственных целевых программ. Кроме того, выявлено 492 преступления коррупционной направленности. По обеспечению ущерба составило на сумме 523 миллиона рублей. Одно дело привлекается к уголовной отрицательности, и другое дело размещается причиненный материальным ущербом. И государству, и всем тем, кто пострадал. Есть и проблемные моменты. Министр внутренних дел обратился к членам совета с просьбой сохранить финансирование программ правоохранителя направленности. Ведь речь идет о безопасности жителей региона. Ольга Пырочкин, Россий Мухаммедов, Республика. Буквально только что в Доме правительства закончилась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Чувашской Республики. Каков путь к подобным знаком отличия узнавала наша съемочная группа. Мы встретились с доцентом кафедры вокального искусства Чувашского государственного института культуры Агриппиной Ивановой. Прям в космос поем. Заслуженный работник культуры Чувашии, а теперь и России, Агриппина Иванова поет сколько себя помнит. Развить талант ей помог педагог музыкального училища Станислав Кондратьев. Агриппина Зосимовна называет его вторым отцом. Затем была учеба в Казанской консерватории, а теперь она и сама преподаватель. Талант педагога я еще почувствовала в детстве, даже в классах пятых. Даю корову, хлебушек несу, коровушка смотрит. Говорит, я глажу по бокам, там же ребра. И чувствую, у меня руки вибрируют, и ребра коровы. Ой, думаю, у меня же тоже ребра есть. И вот я на себе мычание коровы тоже произвожу непроизвольно. Тогда ведь я это не знала, что это резонирование, резонанс. То есть я училась у природы и старалась все от природы взять. Как бы птичек изображала я, как они поют, соловьи, как они заливаются. Все-все звуки я голосом пробовала. Агриппина Зосимовна преподает академический вокал более 30 лет. Сотни ее выпускников работают солистами в Театрах России. Вот и Максима уже пригласили петь в Чувашский театр оперы и балета. Он очень благодарен судьбе, что попал в класс лучшего педагога. Мой педагог очень требовательный. Она очень хорошо и тонко все слышит. Вот должно быть, все должно быть идеально для нее, чтобы ученик исполнял все правильно от начала до конца. Нигде не давать себе поблажки. Она не дает никогда себе поблажек и не дает ученикам. И учит их тоже быть такими целеустремленными. Сопрано, бас, баритон, тенор. Агриппина Зосимовна работает со всеми голосами. Говорит, методика одинаковая. С ее помощью можно превратить в хорошего певца даже человека, не обладающего природным даром. Вот у меня Сидорова Наталья была. Вот у нее в диапазоне 3-4 ноты было, и то они все беззвучные были. Представляете? Но девочка очень трудоспособная была. Мы сколько дыхательные техники проходили. Вечерами, забывая о времени, мы с ней смотрим время 9 часов. Ой, смотрим время 10. Вот. Я ей сначала все объясняю, рассказываю, а потом теперь говорю, давай на практике все это сделаем. Вот так научились петь. И в конце концов диапазон почти в 3 октавы стало. У Агриппины Зосимовны совсем мало свободного времени. Но она успевает посещать спортзал, проводить выходные с внуками и путешествовать. Мне трудно отделить личное от работы. Я вот честно клянусь, не кривя душой. Я вот счастлива. Вот настолько на студентов, на своих учеников трачу время и все свои силы, и здоровье, и знания больше, чем для своих детей. И поэтому мне очень трудно. Вот это у меня нету разделения. Мечта у меня, чтобы еще более профессиональных певцов выпустить. Вот моя мечта. Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни, сказал философ Конфуций. Агриппина Иванова – яркий пример этой цитаты. Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика. В канун весеннего праздника женщины принимают поздравления. И не только от своих мужчин. К примеру, сегодня женщин-автолюбителей поздравили сотрудники ГИБДД. Сегодня на дорогах столицы Чувашии экипажи ДПС останавливали преимущественно женщин. Праздник вам искупающий. Очень приятно. По такому поводу останавливают. Спасибо большое. Сотрудники ГИБДД поздравляли женщин-водителей и их пассажиров. Дарили цветы и специальные праздничные наклейки на автомобили. Дети получали конфеты. Малышка, тебя есть 8 марта. Спасибо огромное. Здоровья тебе. Спасибо огромное. Очень приятно. Весенняя акция проходила под личным контролем начальника управления ГИБДД Чувашии Владимира Романова. Некоторым автолюбительницам посчастливилось получить цветы из его рук лично. Отличный состав госавтоинспекции пожелать вам доброго путешествия. Всего вам. Спасибо большое. Территорией поздравлений стали не только Чебоксарские улицы. Сотрудники ГИБДД заехали и в одну из автошкол. Все здравнико. Мы обучаем цветы. Берегите себя. Всегда быть такой добрый, красивый. Спасибо. С наступающим праздником Владимир Романов поздравил и тех, кого сотрудники ГИБДД обычно не останавливают – водителей троллейбусов. Цветы и благодарности были вручены и кондукторам. Здравия всех. Спасибо. Сотрудники ГИБДД не забыли поздравить и пешеходов. Поздравляю с наступающим днем. Спасибо вам, Марта. Желаю вам здоровья, счастья. Ну и, конечно же, ровных и безопасных дорог. Дорогие и милые женщины и все участники дорожного движения. Кто сегодня находится за рулем, кто сидит в пассажирском транспорте, разрешите вас поздравить с наступающим праздником. Праздник весны – это приносит нам добро и счастье. Мы знаем, что в этот день мы хотим пожелать все, и как личный состав госавтоинспекции, всем удачи и здоровья. Такая весенняя акция ГИБДД продолжится и в праздничные выходные. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Достижения прекрасной половины отмечают в разных сферах – политике, экономике, культуре и спорте. Поздравить женщин собрались в Чувашском государственном театре оперы и балета. Там состоялся праздничный вечер «Голоса любви». Женщина – это целый мир. Прекрасный, волнующий, непредсказуемый. Во все времена мужчины пытаются разгадать свою вторую половину. И тот, кому это удается, счастлив. Наши женщины еще и великие труженицы. Они добиваются успеха на любом поприще. И об этом сегодня говорили на вечере. В Республике немало делается для поддержки материнства и детства, укреплению семейных ценностей. Уже сейчас в систему охраны здоровья матери и ребенка активно внедряют прогрессивные медицинские технологии. Динамичными темпами ведется строительство детских садов, что позволяет матерям быстрее вернуться к профессиональной деятельности после очередного декретного отпуска. Состоялось вручение награды за заслуги в области здравоохранения, промышленности, педагогической деятельности, местного самоуправления. Образ женщины воплощает в себе все самые светлые и лучшие жизни. Испокон веков представительницы прекрасной половины олицетворяли нежность и заботу вам, трудолюбие и прилежность, чуткость и терпеливость. Все свои лучшие поступки мужчина совершает ради вас, ради вашей улыбки, ради вашего счастья. Вы делаете мир ярким и добрым, дарите ласку и самые прекрасные чувства на земле – любовь. Для женщин был подготовлен концерт «Голоса любви». Кстати, его ведущей стала известная эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая. Я женщина, а значит я опасна. Огонь и лед навек во мне одной. И я женщина, а значит я прекрасна. С рождения до старости седуна. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика в 20.00». Остановайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин